Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня поговорим об измененных заданиях соратников. Благо, опыт в этом нелегком деле у меня имеется, и могу рассказать абсолютно все то, что в текущий момент знаю о этих заданиях. Собственно, задания соратников вообще появились еще начиная с Дренора. В тот момент был прекрасен, это факт. Но в дополнение Shadowlands тоже есть задания соратников, и они изменены. Это замечательно, можно немножечко модернизировать свои сетапчики и немножечко напрячу. Поехали. Собственно, с целью того, чтобы вообще изначально открыть нам командирский стол, нужно сделать особую постройку. Сейчас мы откроем интерфейс нашего ковенанта и скажу точно, какое здание. Командирский стол. Восстановите боевой дух наших бойцов, сражающихся за всех винтиров. Вергуйте спутников, войска, отправляйте их в приключения по темным землям. Само собой, разные ковенанты, разные командирские столы, возможно разные задания, точно разные соратники и разное местоположение этого командирского стола. У винтиров он находится в удочке. Кликаем по нему. И сделано задание. Собственно, в тот момент, когда задание выполняется, когда оно завершено, мы можем глянуть, как сражались наши мопчики. Сколько дэмэджа они нанесли, кританули, не кританули, хотя у них вроде бы отсутствует эта механика. Как они исцеляются, то есть все-все-все можно глянуть. Также есть вариант ускорения, х2, ну или можно вообще пропустить. Но на видосике уж посмотрим тут анимации всякие различные, интересные, красивенькие. Называется это теперь приключения, а не просто задания соратников. Мы отправляем соратников, мы отправляем отряды, которые стакаются и лутаем опыт для них, а также аниму и другие интересные и полезные вещицы. То есть, если, например, на текущий момент рассмотреть абсолютно все задания, то можно увидеть награду аниму, можно увидеть нагрудник, который на 3 левела больше, чем у меня за локалочки получен. Он еще и полезный, потому что на нем искусность, бонусный опыт для соратников. Также сундучок имеется, тайник странствующего горняка, содержит немного простой руды темных земель. И на 12 левел рарный квест, ножки и эпический баджик, который открывает дополнительные приключения с большими наградами. Суть в чем? Мы качаем наших соратников, у них есть левел, у отрядов есть левел. Чем левел больше, тем больше дэмэджа, тем больше хп и все на этом. Обилочки вроде никакие новые не появляются. Далее, у заданий есть 3 степени качества на текущий момент. Обычное задание, далее редкое задание и элитное задание. Само собой, чтобы отправить на редкое или элитное задание, нужно потратить больше аниме. Но не факт, что наши соратники в принципе справятся. Потому что нужно делать просто-напросто самообычный расчет. То есть мы считаем дэмэдж, мы смотрим сколько у них вообще общий дэмэдж, благо все прописано. Мы смотрим хпшечку, сколько нужно нашим мопчикам снести. То есть справятся ли наши мопчики или они умрут просто-напросто быстрее. Это просто нужно просчитывать и смотреть. То есть, например, если открыть этот квест, этого волка рарного. Да, он один, но у него 5 180 единиц здоровья. И имеется спелл, который имеет кд 3 раунда. А именно огненные снаряды поражают поле боя, внося 300 урона от огня всем противникам на расстоянии. Что такое 300 здоровья? 300 здоровья для наших отрядов это очень и очень мало. Например, на текущем левеле заклинательницы душ являются ренджами, как я правильно понимаю. И у них 216 хп. То есть они просто-напросто умрут. И мы их помещаем в эти отряды, например, в эти слоты. И они точно умрут. То есть для этого квеста еще нужно накопить сил, накопить опыта. И, наверное, даже не на 12 левеле будет отправлен этот квест, а на каком-нибудь 15, как мне кажется. Мы просто в текущий момент фармим опыт и закидываем наших мопцов, наших соратников на тот квест, который реально можно выполнить. Он один. Иногда их два тролкают. Это самый обычный квест, который дает нам 30 аниме. Выполняется 4,5 часа. Закидываем одну Наджу, единственный спутник, который имеется. И закидываем отряды. Сегодня на стриме, когда я закидывал эти отряды, я по два раза кликнул. И человечек такой немножко ужаснулся, немножко не понял в чате. Говорит, Макс, а ты это как сделал по два каждых отряда? Я говорю, ну их можно хоть сколько закидывать? Он говорит, ну вот я балбес, закидывал по одному. Ну мы немножко посмеялись, но, как говорится, на ошибках учимся. Вот, закидываем отряды и начинаем. Я прекрасно знаю то, что такой сетап прекрасно справится. Начать приключение, еще и подтверждение. Окей. Все, через 4,5 часа все абсолютно сделается. Также, как вариант, могу от себя сказать, если отправляете квестики в ночь, Если просыпаетесь иногда ночью, то замечательно можно завершать их с помощью телефона. Скачиваем на телефон свой, приложение WoW Компаньон, и с WoW Компаньона просто-напросто раскидываем эти отряды. Также забираем награду. Что еще можно сказать насчет этих мопцов, насчет спутников? Будут дополнительные, само собой. То есть мы не ограничиваемся одним спутником. Если рассмотреть вкладку известности, то вот на четвертом уже еще один будет. Далее на, получается, 12-м левеле еще один спутник будет. Листанем дальше. На 17-м уровне известности будет еще один. Дальше будет? Интересно, нет? Улучшение. Спутник еще один на 27-м. Далее будет что-то еще. На 33-м будет Вулка-Булка. Так, тут улучшение. На 38-м еще тоже будет спутник. То есть хорошее количество спутников, в принципе, будет. И, скорее всего, в тот момент, когда наши спутники будут большим левелом, то и у них что-то интересное будет уже по количеству хп и атаки. Можно будет спокойно проходить различные редкие и элитные миссии. На текущий момент идет только старт Shadowlands, идет раскачка, идет прокачка абсолютно всего. И немножко тяжеловато. Но, в целом, режим приключений у этих соратников очень и очень легкий. Выполняем все квесты, апаем их и все. Никакой аддон, я считаю, даже не нужен. Просто сами вручную берем и раскидываем. На обычных квестах всегда будет вероятность 100%. Ну, если вы не по одному отряду закидываете. Далее, ну, просто нужно на левел больше, хотя бы, мне кажется, для элитного и для редкого квеста. Быть может, в будущем, когда будет побольше спутников, когда будет побольше каких-нибудь отрядов, можно уже будет сделать полноценный какой-либо гайд в текущий момент. Это просто-напросто первый взгляд. Возможно, что-то поменяют. Возможно, что-то добавят. Как говорится, поживем, увидим. Если есть какие-то вопросики, дайте знать в комментариях. Отвечу по мере возможности. Ну, и по мере накопленных, как говорится, знаний. Благо, эти знания накоплены еще с Дренора по соратникам. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.